Прошло 24 года и снова все говорят о Курске. В августе 2000 года погибли моряки на подводной лодке Курск, которых Путин отказался спасать. Помните, как в интервью Ларри Кингу на его вопрос, что случилось с подводной лодкой, Володя ехидно ухмыльнулся и ответил, она утонула. И так во всем. А что случилось с домами в Москве? Они взорвались. А что случилось с детьми в Беслане? Их расстреляли. А что случилось с заложниками в Норд-Осте? Они задохнулись. А что случилось с Россией? И ее опустили. Теперь Путин отказывается спасать жителей Курской области, убегающих от войны, которую он развязал. Так вот, когда подняли лодку и вскрыли люки, на трупах моряков были обнаружены предсмертные записки. Но опубликованы они были не все. Часть из них сразу засекретили. Оно и понятное дело. Просто их содержание уж больно шокировало и испугало Кремль. Но скрыть ненужное было несложно. Путин взял под личный контроль следствие и назначил послушных в судмедэкспертов и представителей военной прокуратуры. Они-то и заметали следы. А скрыть нужно было тот факт, что моряков можно было спасти с помощью подводников НАТО. Но морякам позволили умереть, лишь бы не допустить к подводной лодке иностранных спецов. Да и действительно, зачем спасать каких-то моряков? Они же не киллеры, не убийцы и даже не хакеры. Умирающие моряки понимали, что руководство страны не собирается их спасать и перед смертью прокляли Путина. Именно эти проклятия были в тех предсмертных записках. А как известно, Володя ужасно сцикливый и суеверный. Эти проклятия напугали его до чертика. Но тогда даже никто и не представлял, что эти проклятия начнут забываться через 24 года. Вот так Путин относится к своим гражданам. А вы, россияне, шлете ему видеоприветы со своими просьбами и проблемами. Да плевать он хотел и на вас, и на ваши просьбы, и на ваши проблемы. Ему сейчас нужно думать, как свою шкуру спасти.